Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, ароматный кокосовый бисквит. Этот бисквит получается высоким и красивым, удобным в работе и может быть основой самых разнообразных тортов. У меня много идей тортов с таким бисквитом и в следующем видео я поделюсь с вами рецептом потрясающего торта с ним. Итак, давайте посмотрим на необходимые ингредиенты. Первый ингредиент это кокосовое молоко. Здесь важно обращать внимание на процент содержания кокоса. Чем выше, тем лучше. Я использовала молоко из банки, где процент содержания кокоса составлял около 85%. Главное выбирать не питьевое жидкое кокосовое молоко из коробки, а максимально густое и насыщенное. Следующий ингредиент это кокосовая стружка. Выбирайте кокосовую стружку мелкого помола и по возможности максимально свежую. Но мы все равно еще проведем некоторую подготовку перед ее использованием в бисквите. И остальные ингредиенты понятные и стандартные. Это растительное масло, яйца, сахар, мука и разрыхлитель. Итак, приготовление бисквита начнем с подготовки кокосовой стружки. Сначала нам нужно ее слегка обжарить на сковороде до появления золотистого оттенка. Этот шаг нам поможет полностью раскрыть аромат и вкус кокоса, делая его более насыщенным и глубоким. После обжаривания измельчим стружку в блендере, используя импульсный режим. Наша цель избавиться от грубой навязчивой текстуры стружки, которая может не нравиться некоторым людям. Но если вас это не смущает, то этот шаг можно пропустить, или если кокосовая стружка у вас изначально мелкого помола. И в итоге у нас получается вот такая мелкая стружка, отлично подходящая для наших целей. Теперь кокосовую стружку добавляем к муке и сюда же добавляем разрыхлитель. Хорошо перемешиваем венчиком сухие ингредиенты и пока отставляем. Теперь переходим к важному этапу взбивания яиц. Начинаем взбивать яйца на невысокой скорости до легкого смешения и появления легкой пены на поверхности. Когда яйца смешаются, начинаем постепенно добавлять сахар, не прекращая взбивание. И после добавления всего сахара скорость миксера увеличиваем. Продолжаем процесс взбивания до тех пор, пока масса заметно увеличится в объеме, станет пышной, воздушной и заметно посветлеет. Сахар должен полностью раствориться. Посмотрите, как хорошо видно, насколько масса выросла в объеме. Теперь ко взбитой яичной массе добавляем кокосовое молоко и растительное масло. И используя лопатку, не миксер, будем аккуратно все смешивать. Кокосовое молоко и масло опускаются на дно, поэтому наша задача аккуратно доставать лопаткой до самого дна чаши, чтобы равномерно соединить все ингредиенты. Но делать это нужно бережно, чтобы не потерять ту воздушность теста, которую мы так старательно взбивали. И мы подошли к финальному шагу, это добавление сухих ингредиентов. Сейчас наша задача вмешать их, при этом сохранить всю воздушность и пышность теста. Можно воспользоваться ручным венчиком для этого шага, но кратковременно и аккуратно. Важно, чтобы все ингредиенты равномерно соединились, не оставляя комочков, но при этом не перемешивать слишком интенсивно и долго. Вот таким должно получиться тесто. Оно однородное, за исключением вкраплений кокосовой стружки. И тесто продолжает оставаться воздушным и объемным. Сразу переливаем тесто в форму для выпечки. Выпекаем бисквит на температуре 160 градусов, режим верх-низ без конвекции, около 40 минут. Но время ориентировочное, смотрите по особенностям своей духовки. Бисквит должен быть пропеченным внутри. Деревянная шпажка, вставленная в центр до дна, должна оставаться сухой и чистой. Наш бисквит готов. Посмотрите, каким он получается высоким, красивым, румяным. И у него тонкий, благородный аромат кокоса. Аккуратно достаем бисквит из формы и заворачиваем в пищевую пленку. Даем ему отлежаться в холодильнике до полного остывания. И затем с ним очень удобно работать. Такой бисквит легко разделить на три полноценных коржа. У бисквита классная текстура и он действительно очень вкусный. Возможности для творчества с таким бисквитом практически безграничны. Вы можете экспериментировать с различными кремами, муссами, начинками. И каждый раз получать что-то уникальное. И обязательно не пропустите следующее видео. Я предложу вам вариант очень вкусного торта с этим бисквитом. Друзья, у меня на этом все. Я вас всех благодарю за внимание. До новых встреч!